В приватном Телеграме весь контент выходит раньше. Ссылка в описании. Надо посмотреть два донатных видоса просто потому, что я обещал. Я их абсолютно не хочу смотреть. Но посмотрю просто потому, что как бы у нас есть некий парасоциальный договор, который надо выполнять. Существует много... Айденчика не будет. Айденчика не будет. Сегодня уже другой раз. Игр, которые нам нравятся. Мы даже можем сказать, что некоторые из них мы любим. Перепроходим их раз в год и можем в любое время обсудить с друзьями, даже если эти игры уже давно не актуальны. Но есть по-настоящему особые случаи. Игры, которые запали нам в душу. Которые мы не назовем, если нас просят о величайших играх в истории. Потому что они вне конкуренции. Лично для вас они вне конкуренции. И одной из двух таких игр для меня стала GTA Vice City. Традиционный дисклеймер. Это не обзор. Это шоу историй и ностальгических баек. Как вы могли догадаться по названию. Сегодня в рамках ретроспективы серии GTA мы совершим временной парадокс. Вернемся на 20 лет назад, по итогу оказавшись в 86-м году. Меня зовут Никит Холесников. Вы смотрите Настальжик подкаст. Настало время вернуться в солнечный Vice City. Эту игру я проходил бесконечное количество раз. Если вы попросите назвать меня все миссии из нее, то это займет много времени. Но в конечном итоге вы узнаете, что все закончится миссией. Keep your friends close. Но что-то я забегаю вперед. На чем мы остановились? В общем, GTA 3 была чертовски хороша. И выдернула меня из нее только после истории от родительских гостей. Которые говорили, что вроде как вышло продолжение GTA, в котором есть солнце, пальмы, мотоциклы. И вроде как главный герой научился плавать. Как вы думаете, что я сделал после этого? Не знаю, не очень интересно. Ну, мне не то, что похуй. Просто не очень интересный видос пока. Как бы что есть? Это ретроспектива просто GTA Vice City. Ну, уже как бы... Это не хайп. Короче, вот эта тема. Просто сказать, что GTA... Вот я же понимаю, видос называется «Лучшая часть GTA». Это должно привлекать внимание. Но это само по себе внимание не привлечет. Внимание привлекло бы сопоставление Vice City и San Andreas. Если сказать было бы, что типа Vice City лучше, чем San Andreas, а я, кстати, так считаю, что Vice City лучше, чем San Andreas, и аргументированно это доказать, вот это было бы пиздато. Потому что большинство школьники, фанаты GTA San Andreas, у них бы горела жопа, и это было бы круто. Вот. А просто рассказ про Vice City, ну что, я два или три раза как бы... Ладно, прошел я ее один раз, несколько раз я ее там в детстве почти прошел. До хуя, короче, наиграл в Vice City. Че мне еще раз об этом слушать? Ну, поскольку задонатили, давайте посмотрим хотя бы какое-то количество, чтобы посмотрим, че кого. По дороге из продуктового магазина я сделал максимально аккуратный намек папе, проявив высочайший стилл манипуляции. Пап, купи, пожалуйста, новую GTA! Мы зашли в ближайший магазин дисков, не игр, именно дисков, где продавец нам вручил коробку с игрой, на которой красовалась надпись Grand Theft Auto Vice City плюс кровавый патч. Очень долго я не мог понять, в чем прикол этой надписи кровавый патч. Оказалось, что в версии... Кстати, это правда. Я тоже помню, что у меня тоже была GTA Vice City с надписью «Кровавый патч». Это правда, я тоже не понимал, чего, какой нахуй кровавый патч. Для PlayStation 2 отсутствовала кровь, и единственным способом ее получить было введение чит-кода. Однако, я все еще не понимаю прикола, потому что мы покупали версию для PC. Хотя, возможно, это такой пиар-ход для особо прошаренных из 2002-го. Придя домой, я впервые самостоятельно установил игру, банально прокликивая установщик и засирая диск C. Синяя полосочка достигла финиша, на рабочем столе появилась нечеткая розовая иконка. Кликаю, и на экране появляется это. Я думал, что сломал компьютер. Слава богу, игра победила и запустила заставку, в которой Rockstar, как и в случае с трешкой, слету давала понять, какой вайп нас ждет. Первое, что меня поразило, это кинематографичность. Да, конечно, тогда я еще не знал такого слова и просто называл это прикольными мультиками. Но, по факту, игра стала гораздо кинематографичней. К тому времени я уже научился читать свои временные субтитры, и в совокупности это давало эффект чуть ли не просмотра фильма. И, господи, сколько раз я слышал этот диалог. Первое, что меня волновало, конечно, правдивость ранее услышанных историй. Что в игре есть солнце, пальмы, мотоциклы. И угадайте, что мы видим, как только начинается гейплей. Бля, какая же душевная Vice City. Реально, ну это великая игра. Это великая игра, чуваки. Ну там еще и физон был ебейший. Прям вот, когда ты катаешься на этом байке, прям видно было, это именно демонстрация физики игры, как ведет себя транспортное средство, как ведет себя персонаж. Прямо это очень круто показывало. Ну, доехали до пункта назначения со стойким ощущением, что это просто чуть ли не более красивая тройка. И хотя по факту у Vice City таковой не является, это ваше первое впечатление, от которого во многом зависит ваше восприятие игры на последующие часов пять. И это детишки называется охренительный геймдизайн. Собственно, вся Vice City, она вот в этом. Нету такой точки на карте, в которой разработчики не припасли бы для вас контент. Будь то трамплины, коллектаблсы, бонусы, пасхалки и прочее. Сами посмотрите. Вот я нахожу УЗИ, отъезжаю на несколько метров, нахожу броню, отхожу на пару шагов, нахожу Хелфпоинт, отъезжаю чуть дальше и нахожу спрятанный пакет. И главное, что при этом они все расположены вблизи миссии. Нужно оружие? Вот тебе УЗИ. Потрепали в перестрелке? Вот тебе броня. Но давайте вернемся к шестилетнему мне. Удар был нанесен по всем фронтам моего восприятия. Красочная графика, улучшенное освещение, музыка. Вот все, кто говорит про офигенность саундтреков, кодзимовских шедевров, просто в жопу идите. Сейчас я объективен, насколько это вообще возможно. Vice City имеет самый охренительный саундтрек за всю историю. Да нет, это неплохой видос. Это не плохой видос. Я, кстати, удивлен, что меня интересно смотреть про политику. Меня это очень сильно пугает. Я никогда не хотел таким человеком быть. Вот. Да не знаю, прикольный видос. Просто не очень интересная тема. Нужна, я говорю, конфронтация. Вот. GTA San Andreas против GTA Vice City. Вот в этом весь смысл. А так, ну просто, ну да, ностальгия. Кстати, мне все равно. Мне приятненько немножечко. Я очень люблю Vice City. Это моя любимая часть GTA. У нее, сука, такая ебейшая атмосфера. Реально. Она не такая монструозная, как San Andreas. И не такая дубовая, как Тройка. Тройка все-таки первые 3D GTA. Там уже не все механизмы пиздата работали. В Vice City прям вот эта сосочка. Это просто камерное приключение охуительное. Понятно, что какой-нибудь Dark Souls с его хором турецкого записанным. Специально для игры по масштабу не будет. В игре нет лишних радиостанций. Моя личная рекомендация Emotion FM, Flash FM и Wave 103. Хотя, на самом деле, в последние прохождения я сильно проперся с идеей прослушивания радиостанций, подходящих под контексты и окружения. Как в гетто подходит Wild Style, кубинскому району Испанию, а к Майами Бич... Короче, я как понимаю, Челс донатил собственное видео, чтобы как бы пропиарить его на стриме. Брат, полторы тысячи спасибо, но лучше реально нужен хайп. Нужна конфронтация, нужны контравершил заявления. У тебя же наверняка есть мысли, которые не все поддержат. Вот это нужно как бы... Вот это нужно... Этим нужно заниматься. А если заказать EP-шку, послушать в формате видео на YouTube? Братан, я не буду. Я просто верну донат в таком случае. Потому что на прослушивание треков у нас достаточно высокие рейты донатов, исключительно потому, что мне не очень хочется этим заниматься. Анонимус, блядь, извиняюсь. Куда я перемотал? Анонимус, донейтер 200 рублей. Салют. Когда богател, было ли ощущение, что твои друзья наседают на твоей шее, при том, что ты мог стол за всех закрыть? Да я не разбогател, братан, честно тебе скажу. Я до сих пор нихуя не разбогател. Я живу не то, что скромно. Сейчас менее скромно, наверное. Но так, короче, стараюсь деньги копить либо вкладывать. Поэтому не знаю, чтобы я сильно богатый. Но мне кому по кайфу... Понимаешь, кому мне по кайфу, тому мне несложно закрыть стол. А кому мне не по кайфу, тот вообще со мной за стол не сядет. Ну, я, по крайней мере, буду стараться. Вот. Так что переживаний по этому поводу у меня нет. Музыкальные вкусы, то Vice City их полностью сформировала. При этом дав шикарную возможность ознакомиться с хитами того времени, которые я вряд ли бы услышал где-то еще. Но формирование вкуса касается не только музыки, но и в целом стиле. Арт-дека, ретроавтомобили, неоновое освещение. Говоря об освещении, у меня челюсть припала к полу, когда я впервые увидел ночной Вашингтон-бич. И ровно тогда у меня появилась мечта. Если в мире есть такое, или хотя бы немного похожее на это место, я обязан там побывать. Все детишки того времени мечтали, чтобы в GTA появилось... Это же пляж в Майами конкретный причем. Можно зайти в любое здание. Во времена трешки все только и говорили. Вот в следующей части вообще можно будет в любой дом зайти. С одной стороны, на нас смотрят GTA 5, в который нельзя зайти даже в банальную забегаловку. А с другой, Vice City. Частично, но все-таки позволившая этим мечтам сбыться. В том же вступлении мы приезжаем на точку назначения и понимаем... Друзья, в GTA Москва! GTA Москва! Можно было найти даже свой дом. Вы че? Что? В наш отель можно зайти. Опять-таки, вся Vice City такая. Она превращала ваши мечты и фантазии при игре в трешку в реальность. Хотели полноценные лодки? Держите. Хотели мотоциклы? Получите. Хотели полетать над городом на полноценном самолете без обрезанных крыльев? Пожалуйста. А помните, как вы хотели найти вертолет на крыше полицейского участка? Та-да! Именно в Vice City появилась куча разных интерьеров. Можно зайти в отель, дом, клуб, пиццерию, заброшку. В игре даже появилась парочка торговых центров, которые, по всей видимости, и приявили мне любовь по ним прогуливаться. Вы только послушайте, какая умиротворяющая музыка там играет. Так и хочется совершить какую-нибудь необдуманную импульсивную покупку. Подытожим разговор о первых впечатлениях, главный киллер-фичей, которую хотелось увидеть в новой GTA абсолютно всем. Знаете, что я сделал, как только отошел от всего этого многообразия? Побежал купаться. Сорян. Безуспешно. Да, было легкое разочарование. Не верилось, что при такой красивой воде Rockstar не дали нам возможность плавать. Но все остальное в игре было настолько круто реализовано, что зацикливаться на этом я не стал, а просто заглушил все самообманом. Ну, может быть, когда... Кстати, вот чем мне не нравится идея GTA 6, то, что GTA 6 будет про современный Майами, а мне вот это... Понимаете, сука, современная Америка в поп-культуре, вот именно в этом поп-восприятии и в том, скорее всего, в каком ее покажут в GTA 6, она, сука, гораздо больше похожа на Saints Row, чем на GTA, если честно. Поэтому мне уже... Нет, не хочу. Знаете, кучу вот... И в трейлере там было какие-то куча фриков, шизиков. Мне прям реально... Типа... Я... Прямо мне этого не хочется, честно говоря. Вот про 80-е бы... Вот Vice City в этом сеттинге прям чуть-чуть сдержанном, таком киношном. Прям... Девочка-сосочка. А вот современная Майами... Мне это, нахуй, не особо-то интересно. Пооткроются, то персонаж все-таки научится плавать. Собственно, так и появлялись те самые невероятные дворовые теории. Появились, казалось бы, супер-логичные вещи типа простреливаемых колес и лобовых стекол. Появилось разное сцепление колес с поверхностями. Но совершенно новым экспириенсом для меня стало знакомство со здешним стилем. Майами 80-х, ретро-тачки, музыка, неон. Тогда я, конечно, не осознавал, что это определенный стиль из прошлого. Я полагал, что это какая-то альтернативная вселенная. Но это не помешало мне влюбиться в данный стиль поуже. Что еще стало для меня новым экспириенсом, так это миссии. В предыдущем подкасте я уже говорил, что миссии в GTA 3 для меня тупо не существовало. Мало того, что некоторые из них были дико гумозными, так еще они были откровенно скучными. В iCity Rockstar исправились. Во-первых, за счет в разы более продуманного сюжетного контекста. А во-вторых, за счет зрелищности. Одна из первых миссий, с которой я дико тащился, была ангел-хранитель. Вы приезжаете на яхту, вас посылают на сделку. Вы приезжаете на многоярусную парковку, берете карабин. Ну это правда, здесь он нигде не спиздел. Это реально было охуенно. Блять, вот оборона яхты, это просто разъеб было. Это было реально охуительно. Я вам сейчас вспоминаю, было да круто. Но ведь все не может быть так гладко, да? Мы не можем не замечать слона в комнате. Вы знали, что я об этом расскажу. Я просто не могу не рассказать. Сраная миссия с вертолетиком. Сейчас модно в комментариях к мемесам с ней писать. Ой, да не такая уж она и сложная. Охрану не чувствую, пацаны. Не буду кривить душой. Тогда жопу она мне провала знатно. Это сейчас я могу пройти ее за три минуты, пороху перебив лопастями всю охрану. Тогда, о, тогда все было иначе. Во-первых, мы были детьми, не имеющими особо выс... Говняное, неинтуитивное управление было просто. Мне кажется, миссия с гонками в мафии гораздо хуже, чем миссия с вертолетиком в Ай-Сити. Я так и не смог. Помимо легендарной миссии с вертолетиком, была еще как минимум пара-тройка миссий, подрывавших пердак примерно в той же степени. Миссия с самолетиком от гаипянской бабки или миссия со спамом листовок на не особо маневренном додом. Как пример. И только спустя четыре года, когда я познакомился со своим лучшим другом, мы совершили жесткий камбэк в Ай-Сити, и тогда я все-таки узнал, чем она заканчивается. Причем, мой лучший друг прошел ее впервые у меня и проспойлерил мне концовку. Примерно таким образом. Алло. Кстати, да, миссия с самолетиком была хуже, чем миссия с вертолетиком. Вот что я вам скажу. Сейчас я бы сразу побежал пилить обзор и срать про 12 из 10. А еще однажды мой друг случайно снес мои сохранения с полностью пройденной игрой. И я его выгнал. Саня, брат, прости. Зла не держу. Ну а вообще, из-за моих периодичных тупников с прохождением некоторых миссий, я и начал всячески экспериментировать с нестандартным прохождением. На каждую миссию в GTA Vice City у меня найдется по лайфхаку, как пройти ее быстрее и проще. Самое крутое в этом, что это не взлом, не багаюз, а просто хорошо задизайненная песочница. Игра сама позволяет тебе проходить миссии так, как захочешь ты. Скрипты не ведут тебя за ручку по правильному пути. Ограничивает тебя лишь твоя собственная фантазия и данный тебе инструментарий. Для меня долгое время было загадкой, почему для детей двухтысячных именно Vice City стала игрой детства, а не та же самая трешка. Ведь они вышли разницей буквально в один год. Ответ попахивает капитаном очевидностью, но проведу аналогию. Представьте, что у вас есть друг, такой томный, даже слегка олиповатый фактбой, с которым, если вы и тусите, то только за барной стойкой, попивая вискарь и грустно вспоминая былые времена. А еще у вас есть второй друг, который ультрабалдежный, который классно шутит, с которым можно тусоваться не только в баре, а вспоминайте вы былые времена не с грустью, а с теплотой. Так вот, первый друг — это трешка, а второй — Vice. Они оба хороши в тех контекстах, которые... Короче, брат, видео неплохое, но я говорю, нужна конфронтация, и не надо пытаться, типа, скетчить, как-то отыгрывать, если у тебя не очень хорошо получается, забей. Вот сосредоточься на комфортной атмосфере и пиздатом монтаже. Это более выгодно, мне кажется. Создают вокруг себя, но второй для большинства будет выглядеть более выигрышно. Но конфронтация нужна все равно. Ты должен какой-то хот-тейк вбрасывать, а потом комфортно его объяснить. Харизматично. Vice.City — охренительная игра. И лучшее тому доказательство то, как я еще в первый раз записывал футажи для этого видео на PlayStation 4, которая пишет всего по 15 минут геймплея. И в эти 15 минут я старался уместить прохождение двух-трех миссий. Но иногда я просто тупо забывался, потому что она все еще залипатель. Сань, привет. Го, может, вечерком соберемся, закупимся газировкой, чиксами, и перебройдем в Vice.City. Миссию ты и миссию я, как обычно. А ты не вытянешь меня как тогда? Бля, чувак, ну было и было, нахрен ты это вспоминаешь? Да я шучу. Давай лучше в субботу мне просто напасть завтра. Давай, увидимся. С вами был я, Никита Колесников. Вы смотрели Настальчик Подкаст. Ну, неплохой видос, братан. Неплохой. Неплохой. Ну, я говорю, вот подумай о том, что я говорю. Хот-тейк и без шуток. И будет заебись. Так.